Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый Енот. Простыми словами, о термопластных автоматах и не только. И в этом выпуске Андрей нам покажет и расскажет о том, как правильно менять гидромотор вращения шнека в термопластных автомате. Андрей, когда нужно, в каких случаях нужно менять гидромотор? Ну, гидромотор, как правило, выходит из строя спустя 15-20 лет. И второй случай, как правило, это бывает то, что заводской брак. Андрей, а что нужно подготовить для замены гидромотора? Ну, для замены гидромотора понадобится помощник, потому что он достаточно тяжелый для удобства снятия. И набор инструментов, это набор шестигранников, разводной ключ и какая-то тара, чтобы слить излишки матом. Ну вот, стоит цех, в нем работает термопластный автомат. И что нужно сделать? Выключить его, обесточить? Да, первым делом нужно обесточить всю машину. Перед этим отвести положение шнека в самый конец, его для удобства снятия. И далее приступать к снятию, разбору кожухов и так далее. Масло можно не сливать? Нет, масло не надо сливать. Начинаем разбирать кожухи. Для этого нам понадобится шестигранник на пять. Сначала снимаем заднюю кожух. Далее снимаем верхнюю кожух. Далее мы снимаем все приходящие шланги. Это гидравлический и обратный шланг. Гидравлический с помощью разводного ключа. Это гидравлический, это обратный? Да. Нет, обратный вот этот. А эти два гидравлического? Да, это вход и вот. Гидравлический сом. Для этого обязательно подставляем какую-то емкость, чтобы будет стекать масло. Гидравлический сом. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите шестигранников на 12, мы приступаем к откручиванию самого гидромотора. Весь крепеж откручен. Теперь вам необходим помощник для того, чтобы снять сам гидромотор. После того, как демонтировали гидромотор, если отсутствует здесь смазка, забиваем заново смазку и ставим в обратном порядке, собираем гидромотор. При установке нового гидромотора особенность идет в том, что необходимо попасть в эти пазы. Если верхний болт вы закрутили, то следующий закручивать нужно нижний. И так по диагонали друг от друга, чтобы ровный был прижим. В качестве монтировки у меня используется ключ позводной. Здесь тоже нет таких прокладок. Это гидравлические шланги, а не конусной резьбой. В качестве монтировки, которые устоим сейчас находятсяاجку Итак, сегодня мы научились менять гидромотор вращения шнека на термопласт-автоматик. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok